Проблема правильного развития детей-аутистов уже не первый год остро стоит в городе над Бугом. Всего в области воспитывается 181 ребенок с таким нарушением. Понятно, что и подход к таким детям должен быть особенным. Не каждый аутист сможет комфортно себя чувствовать в интегрированных классах, ведь это психическое нарушение прежде всего характеризуется тяжелой социализацией человека. Еще в 2014 году был заключен договор между Белоподляской и Брестом о сотрудничестве в сфере помощи людям-аутистам. В 2019 Европейским Союзом был выделен грант, и лишь на днях проект сдвинулся с мертвой точки. Это первое мероприятие в рамках проекта, дальше будут другие мероприятия. Это будет обучение наших специалистов, это будут поездки, стажировки наших специалистов на базе польского учреждения образования для детей с аутизмом. И также будет строительство, строительство центра на польской стороне и ремонт помещений под ресурсный центр нашей школы здесь у нас в Бресте. С первых минут конференции польская сторона обрисовала свою ситуацию по детям-аутистам. В Белоподляске их около 400, и это немало, учитывая, что в городе проживает 60 тысяч человек. Здесь уже проделан большой путь для создания условий комфортного развития таких ребят. Наша ассоциация обведет центр помощи для детей с аутизмом. Мы только что построили новые огромные здания, и там помещается и центр, и детский сад. Кроме того, мы ведем школу, начальную школу для детей с аутизмом, а с этого года тоже профессиональную школу. Мы ведем в своих учреждениях и учебу, и терапию, терапию по поведенческому методу. Кроме того, у нас много дополнительных методов терапевтических. Цель польской стороны в рамках проекта – строительство центра для взрослых людей, страдающих аутизмом. Их главная миссия – комплексная помощь людям-аутистам с рождения до конца жизни. Управление по образованию Ленинского района Бреста своей целью ставит ремонт помещений под ресурсный центр вспомогательной школы для обучения детей-аутистов. По условиям договора трансграничного сотрудничества нашей стране выделено 500 тысяч евро для осуществления поставленной задачи. Остальное – это за счет городского бюджета, бюджета горосполкома, в частности, управления образованием администрации Ленинского района. Это именно на подготовку этого здания, его оснащение, подготовку специалистов. И поэтому сегодняшняя конференция с международным участием, эту работу мы проводим с польской стороной, в Белой Подляске. Приехали специалисты, которые уже есть, это точно такое учреждение, и приехали те специалисты, которые будут финансировать данный проект. В рамках проекта планируется и подготовка белорусских специалистов, которые смогут помочь в развитии и социализации таких детей. Ведь только в Ленинском районе города обучается 39 аутистов. Семь из них стали воспитанниками Центра «Стимул». У каждого из ребят свои страхи и своя степень интеллектуального развития. 12-летнему Матвею Вельгасу был поставлен диагноз «ранний аутизм» еще в 4 года. Парень не любит громких звуков и чаще предпочитает одиночество, чем компанию сверстников. Любит рисовать, решать математические примеры, собирать конструктор и вышивать. Его мама возлагает большие надежды на новый Центр помощи аутистам в Бресте и делится своими советами с родителями, у которых такие особые дети. Прежде всего, просто понять, смириться, что все равно назад пути нет. Это не платье, которое можно перешить, это не работу, которую можно переучиться поменять, это уже с тобой на всю жизнь. Переболеть этим, это обязательно будет очень болезненно. Нельзя сказать, что, ой, я приняла своего ребенка и пошла такая веселая дальше. Нет, это будет тяжело, это будет становление, но со временем оно просто придет. И, наверное, самое главное, не опустить руки и не сказать, что, ну, все, пусть он там сидит, как-то себе доживает. А стараться дать как можно больше, потому что интересы у них-то тоже есть. Главное его найти. Планируется, что ресурсный центр для детей-аутистов откроет свои двери уже в этом году. А родители таких ребят уверены, это учреждение образования сможет оказать неоценимую помощь этим особенным, но таким талантливым детям.